Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня 7 января и мы с вами завершаем изучение второй темы этого урочника, этого квартала по субботней школе, которая называлась «Суть послания к евреям». На протяжении недели мы с вами смотрели о чем же это послание и мы обнаружили, что самое главное не о чем, а о ком. Памятный стих наш звучит так. Так, главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Евреям 8.1 И на протяжении этой недели мы с вами посмотрели, что Иисус в этом послании представлен как наш царь, как наш посредник, как наш защитник, как наш первосвященник и как ходатай лучшего завета. О чем же мы сегодня с вами поговорим в завершении? Дело в том, что в послании к евреям помимо того, что раскрывается Христос, говорится также и о нас с вами. Говорится о народе Божьем. Автор этого послания сопоставляет жизнь церкви, к которой он обращается, с жизнью евреев, которые вышли из Египта и направлялись в Хананскую землю. Тот опыт, который пережили израильтяне тогда, является поучительным для церкви Божьей, в то время, когда писалось послание к евреям. И, конечно же, нам нужно проводить параллели и с нашей сегодняшней жизнью. Какие параллели можно здесь увидеть? Конечно, в том народе были люди, которые проявляли веру. Ну, к сожалению, таких были единицы. Но большинство людей, к сожалению, проявляло неверие. Представьте себе, это поколение, которое можно назвать поколением пустыни, поколением, которое шло эти 40 лет по пустыне. И фактически все взрослое население полегло костьми в этой пустыне. Это были люди, которые пережили 10 казней египетских. И с такими чудесами и знамениями они вышли из Египта. Это были люди, которые прошли между двумя стенами воды по дну этого тростникового моря, через которые они перешли и вышли к новой перспективе. Они оставили позади свое рабство. Они шли к новой земле, к обетованной земле, к той земле, где они будут жить свободно. И это были люди, которые пережили множество чудес на протяжении своего путешествия. Вода из горькой превращалась в сладкую. С неба падала манна. Вода била из скалы. Когда жалили змеи, они могли посмотреть на медного змея и получить исцеление. Эти люди получили мясо, когда им понадобилось мясо. Это были люди, которые видели каждый день чудеса Божьи. Это были люди, которые стояли у подножия Синайской горы и собственными ушами слышали, как голос Божий произносит 10 заповедей. Это были люди, которые шли под предводительством Моисея. И Моисей, по слову Божьему, обеспечивал их всем необходимым. Их ноги не пухли, их одежда не ветшала, их обувь не снашивалась на протяжении 40 лет. И это было ежедневным проявлением чуда Божьего. Но, тем не менее, абсолютное большинство этих людей проявляли неверие. Что мы можем сказать сегодня, друзья? Может быть, вы скажете, о, если бы я был тогда, о, я бы тогда, конечно же, я бы не проявлял такого неверия. Конечно же, когда ты идешь и перед тобой столб огненной ночью, столб облачный днем, когда облако над тобой накрывает и создает тебе тень посреди пустыни, и ты понимаешь, что это чудо, разве можно при этом еще проявлять неверие? Ну, кажется, что это просто невозможно. Но, друзья, если вы задумаетесь о тех чудесах, которые Бог дает вам переживать прямо сейчас, то вы поймете, что и вы порой не проявляете достаточно веры, достаточную меру веры, которая соответствовала бы тому, той степени Божьего вмешательства в вашей жизни. Поэтому, друзья, не будем превозноситься над теми, но будем брать уроки от них. И если мы видим там людей, которые проявляли веру, как Халев, как Иисус Навин, как Моисей, как Аарон все-таки зачастую проявляли веру, то давайте брать пример с них. А если мы видим, что они проявляли неверие, давайте будем из этого извлекать уроки и не повторять их ошибок. В этом суть вот этой параллели, которая проводится в послании к евреям. Здесь еще, о чем можно сказать, что Павел, обращаясь к своим адресатам, здесь в своем послании, говорит о том, что мы тоже стоим у порога обетованной земли. Посмотрите, какими словами он это выражает. Послание к евреям, 10 глава, 37 стиха. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведной верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Мы с вами сегодня тоже стоим на пороге вхождения в небесный Ханан. Поэтому нам нужно тоже обращать внимание на то, а как мы стоим перед Богом сегодня, как мы идем по этой земной пустыне, как мы проявляем сегодня веру. Потому что, да, мы с вами не стояли у подножия горы Синай, мы не слышали собственными ушами голос Божий. Мы, может быть, не видели таких ярких и явных чудес, которые бы воочию нам доказывали Божие присутствие, но проявляя хоть только веру, любой человек, который следует за Христом, может увидеть в своей жизни доказательства божественного вмешательства, божественной руки, божественного водительства. Если вы живете верою, то ваша жизнь будет полна чудес. Эти чудеса, может быть, не будут явны для окружающих, но для вас они будут очевидным свидетельством того, что Бог живой, Он присутствует, Он поддерживает, помогает, Он направляет, и у Него есть план для вас, который Он осуществляет планомерно, спокойно, проводя вас через те ситуации жизненные, которые вас закалят и подготовят к тому, чтобы вы могли войти в небесный ханан совершенными, подобными Иисусу Христу. Господь работает над нами, Господь трудится над характером каждого из нас, и проводя через жизненные ситуации, Он призывает нас, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры нашей Иисуса, и чтобы мы учились, и чтобы мы возрастали, и чтобы наша жизнь принесла плоды во славу Божью. Характер наш менялся, и люди вокруг нас обретали веру, глядя на нашу жизнь. Пусть Господь в этом поможет. Итак, друзья, давайте мы еще раз сделаем такой обзор, о чем мы рассуждали на этой неделе. Мы увидели, что Иисус наш Царь. Что это означает для нас? Иисус наш Царь, это означает, что мы не одиноки, что Иисус заботится о нас, что Иисус решает наши земные проблемы. И еще это говорит нам о том, что мы вместе с Ним тоже стали Царями. Иисус делает нас Царями и посаждает нас рядом с Собою на престоле Своем, как и Он победил и сел с Отцом Своим на престоле Его. Иисус наш посредник. Что это означает? Это говорит о том, что мы больше не отлучены от Бога, что мы приняты Богом, что Он любит нас, и в Иисусе Христе Он принимает нас. И Иисус наш защитник. О чем это говорит? О том, что все наши проблемы сегодняшние, они будут разрешены. И все Господь обратит во благо. Мы можем быть в этом уверены. Слава Иисусу за это. Иисус наш первосвященник. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что наши грехи прощены. Что через Христа, через Его первосвященническое служение, через Его жертву, наши грехи омыты, мы искуплены, и мы приняты Богом. Слава Иисусу за это. Иисус ходатый лучшего завета. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши отношения с Богом нерушимы, как нерушим сам Христос, как нерушимы Его обетования, Его служения. Он ходатый. Да, мы слабы, но Он силен. И Он поручитель. Он взял на себя ответственность за то, чтобы нас довести до небесного Ханаана. Он есть наш защитник, заступник, и Он есть наш ходатый. И там, где мы слабы, Он силен. Там, где не хватает нашей праведности, Его праведности предостаточно. Там, где у нас скончаются силы, Его сила в нашем распоряжении. Слава Христу за это, друзья мои. И хочется поблагодарить Господа за эту великую любовь Его и милость, за то, что Он сегодня дает нам, слабым земным существам, это ощущение и понимание, что мы не брошены, не одиноки, что мы нужны Ему, что Он любит нас, и что мы для Него дороги. Слава Ему за это. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что на протяжении этой недели мы имели возможность вникать в то, кем является Иисус для нас. Слава Тебе за то, что у нас есть Царь, у нас есть заступник, защитник, у нас есть первосвященник, у нас есть ходатый на небесах. Мы славим Тебя за то, что Ты даешь нам в этой жизни ощущать себя неодинокими, нужными, и мы благодарим Тебя за то, что Ты всю нашу жизнь желаешь сопровождать нас и вести нас в небесных Анан. Мы верим, что пришествие близко. Мы верим, что вот-вот мы вступим в нашу небесную страну, где Господь наш будет и дарует нам вечную жизнь. Слава Тебе за это, Отец Небесный. Аминь. Ну а на этом мы прощаемся с вами сегодня, и завтра мы начнем новую тему, новую неделю и завершить я хочу памятным стихом. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Евреям 8.1. Запомните этот стих, заучите его наизусть. Пожалуйста, он вам очень сильно поможет в жизни. Всего вам доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова